Конфликт в сибирской колонии между российским вором в законе, чеченскими и дагестанскими заключенными грозит выйти из-под контроля. Вражда уже начала распространяться на другие тюрьмы в России, и попытки стать посредником в перемирии между противоборствующими группировками до сих пор оказались бесплодными. Разногласия возникли в половине февраля в исправительной колонии в Туве, в Сибири. Российский вор в законе Руслан, шляпа-младший, Гигичкари велел, чтоб команда чеченцев и дагестанцев были безжалостно избиты, в казематной мечети, в каком месте происходят религиозные ритуалы. Чеченцы и дагестанцы объявили кровавую войну против криминального авторитета, и теперь сомнительно, что инцидент будет разрешен с несколькими извинениями. Вор в законе возник в тюрьмах по всему Советскому Союзу в начале 20 века. Вор в законе является полностью инициированным членом элитного правящего класса преступного мира, который заработал свою должность в тюрьме. Существует целая субкультура вокруг воров в законе, в том числе татуировки, сленка и понятия, строгие кодекс чести. Инцидент в Туве уже распространился за пределы тюремных стен, мгновенно повысив вероятность кровопролития между преступниками, живущими в соответствии с их кодексом чести с одной стороны, и обиженными чеченцами и дагестанцами, требующими удовлетворения с другой. Чеченская кровавая вражда все началась с типичной ситуации, когда пришел новый заключенный, Гигичкари ввязался в драку с группой чеченцев. Затем Гигичкари приказал, чтобы группа заключенных избила тех, кто осмелился бросить вызов 30-летнему вору в законе. Они были на молитве, выполняя намаз, когда на них напали, их ад у них была разрушена. Администрация тюрьмы не вмешивалась. В нескольких исправительных учреждениях заключенные мусульмане сразу же провели митинги и потребовали отомстить гангстеру. Даже престиж его отца, Роланда Гигичкари не мог сдерживать обиженных мусульман, и некоторые призывали к мести против обоих. Время для перемирия. Ходят слухи о том, кто может или не может пробраться в конфликт, чтобы посредничать в споре. Например, один влиятельный вор в законе чеченского происхождения Азиз Батукаев. По некоторым данным, чеченский вор в законе Ахмед Ахмед Шалинский-Дамбаев, который в настоящее время отбывает срок в Северной Осетии, обратился с этой просьбой. Однако он категорически отказался от участия. Как один бывший узник, Аслан, сказал от СМИ, Азиз может разрешить эту ситуацию, потому что он имеет хорошее отношение с руководством в Чечне. Но если Руслан Гегич Кори публично не извинится, сомнительно, что это будет закрыто.